Это экстренный вызов на канале ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые действия едва ли не в центре города, но в итоге оказались не бандитами. Сегодня члены этнической группировки выслушали приговор суда. Рассмотрение дела этнической группировки братьев Авагянов заняло у суда всего около полугода. Изначально родственникам и их приятелям вменяли целый ряд весьма серьезных статей Уголовного кодекса. Сиваку Авагяну приписали создание преступного сообщества, а его брату Сираку и еще пятерым молодым людям покушение на убийство и повреждение чужого имущества. Помимо этого, по версии следствия, приятели незаконно лишили человека свободы. Однако в итоге прокуратура отказалась поддерживать часть обвинений. В итоге в тексте приговора остались лишь две статьи. В апреле 2014-го Сивак Авагян с подельниками впервые попытались лишить жизни своего знакомого. Затея не удалась. И через год приятели повторили ее. Около 18 часов возле дома 110 по улице Воинской они расстреляли потерпевшего, который находился в тот момент в своем автомобиле Land Cruiser. Однако смерть потерпевшего не наступила по независимым одним обстоятельствам, поскольку ему своевременно была оказана медицинская помощь, его госпитализировали. Нападавшие сочли, что теперь их жертву ничто не спасет, и скрылись с места перестрелки. Причем в качестве транспорта использовали приметный белый Мерседес. Именно с этого авто правоохранители и начали раскручивать дело. Тем не менее, задержали фигурантов лишь через полгода, в декабре 2015-го. Причем, чтобы обезвредить вооруженных приятелей, понадобились усилия бойцов СОБРа. По местам проживания и нахождения подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты сотовые телефоны, сим-карты, различные носители информации, а также гладкоствольное охотничье ружье «Сайга» 12-го калибра, из которого предположительно стреляли в потерпевшего. За несколько минут до начала оглашения приговора подсудимые не надеялись на милость правосудия. Из восьми предполагаемых участников группировки шестеро-полтора года находились под стражей. И почти никто из них так и не признал вину. В частности, Михаил Кузнецов, хозяин того самого белого «Мерседеса», по которому и вычислили приятелей, заявлял, что не знал, куда отправляется. Потому и поехал за рулем собственного авто. Вы на что надеетесь? Вообще отношения заморожете? Справедливость надеемся. То есть вы не виноваты, а вас зря привлекают? Кто-то виноват, в чем-то виноват, кто-то не виноват. В чем-то виноват, в чем-то нет. Ну а в целом, как ход процесса, можете прокомментировать? Нет, не можем. Судья сейчас прокомментирует. В итоге судья действительно удивил присутствующих. Заседание началось с соглашения постановления, согласно которому часть обвинений с подсудимых сразу сняли. А затем Антон Астраумов постановил сразу два оправдательных приговора. Служитель Фемиды пришел к выводу, что Михаил Кузнецов и сидевший с ним в машине Хачатур Алавердян действительно не знали, зачем поехали вместе с друзьями. Последний вышел из зала заседаний полностью свободным человеком. А Кузнецова все же признали виновным в укрывательстве преступников. Однако освободили от наказания за сроком давности. Зато двоих подельников, братьев Авагянов, которые служили приговор не за решеткой, а в зале суда, сразу же после оглашения взяли под стражу. В итоге шестеро из восьми подсудимых получили солидные тюремные сроки. От девяти до двенадцати лет строгого режима. Анна Скок, Алексей Погодин. Экстренный вызов. Вместо рекордной взятки особо крупное мошенничество. Сегодня в Зайльцовском районном суде Новосибирска огласили приговор бывшему заместителю главы Болотнинского района. Чиновника осудили за присвоение более 50 миллионов рублей. Александра Юркевича задержали два года назад по подозрению в получении взятки, сумма которой тянула на рекорд как минимум регионального масштаба. Согласно материалам дела, молодой сотрудник Болотнинской администрации согласился оказать услугу предпринимателю Николаю Родионову за весьма щедрое вознаграждение. Органами предварительного следствия Александр Юркевич обвинялся в том, что являясь должностным лицом, 13 ноября 2013 года около дома 179 дробь 2 по улице Дуси Ковальчу города Новосибирска, находясь в автомобиле совместно с руководителем одной из коммерческих организаций города Новосибирска, получил от последнего личную взятку в виде денег в особо крупном размере в сумме 53 миллиона рублей. За эти сумасшедшие деньги коммерсант хотел приобрести участок земли в сельской местности площадью 200 гектаров и развернуть там коттеджное строительство. Однако, по версии следствия, Юркевич своих обязательств не исполнил, а миллионы присвоил себе. Лишь в 2015 году Родионов решился обратиться в правоохранительные органы, после чего чиновника заключили под стражу. Изначально ему инкриминировали получение взятки. Однако, когда дело дошло до приговора, статью обвинения переквалифицировали на особо крупное мошенничество. Подсудимый категорически отрицает, что брал деньги у потерпевшего и считает всю эту историю выдумкой. «Обвинение выдуманное, и то, что 200 гектар никогда не могут стоить 53 миллиона рублей. С учетом того, что 80 тысяч гектар в Болотнинском районе бесплатных участков некуда девать. А в Приморском крае вообще бесплатно ее раздают. Приходите, возьмите. А на сегодняшний день меня судят за какую-то небылицу». Дело получилось весьма запутанным. Так, во время передачи денег чиновник и бизнесмен-строитель якобы заключили договор займа. Кроме того, Юркевич написал расписку в получении миллионов. Однако, по словам подсудимого, документы были составлены гораздо позже, причем под давлением. Повесить на себя огромный долг ему пришлось якобы из-за угроз физической расправы. В дальнейшем Родионов воспользовался этими бумагами и отсудил у замглавы Болотного 53 миллиона в гражданском процессе. Именно поэтому сегодня при назначении наказания суд не стал применять фигуранту финансовых санкций. Убедить Фемиду в своей невиновности Александру Юркевичу не удалось, и в итоге его приговорили к пяти годам колонии. Однако у осужденного есть шанс обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Леонид Лишенко, Евгений Агеев, Экстренный вызов. Хотели стать нефтяными магнатами, но вместо этого окажутся на скамье подсудимых. Трое предприимчивых мужчин предстанут перед Фемидой за кражу черного золота. Следователи завершили работу над делом о хищении 19 тонн нефти в Кочаневском районе области. Правоохранители выяснили, что двое жителей Бердска и Искитимец в интернете тщательно изучили вопрос, как сделать незаконную врезку. Злоумышленники приобрели емкости для перевозки горючего, шланги высокого давления, шаровый кран и все необходимое для производства сварки. Фигуранты арендовали грузовик и наняли десяток рабочих, чтобы те копали ямы и траншеи, а также варили трубы. В сентябре 2015 злоумышленники осуществили задуманное. Впрочем, обогатиться им помешали сотрудники полиции. Следователям установлено, что злоумышленниками с 8 по 10 сентября 2015 года было похищено дизельное топливо общей массой около 19 тонн с причинением организации ущерба на сумму около 600 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу. И последнее. Птицы прилетели незаконно. Две дюжины пернатых обнаружили таможенники в багаже пассажира, прибывшего в Новосибирск из Вьетнама. За нелегальную перевозку живого груза мужчину привлекли к административной ответственности. Коробки из-под овсянки с самодельными вентиляционными отверстиями и пластиковые контейнеры. В ручной кладе пассажира, прибывшего рейсом Камрань-Новосибирск, инспекторы Толмачевского таможенного поста обнаружили 24 живых птицы. Одна из пернатых узниц не выдержала стесненных условий и погибла. Никаких разрешительных документов на транспортировку необычного груза у мужчины не было. Несмотря на это, он проследовал в зеленый коридор аэропорта. Со слов пассажира он знал о том, что для перемещения через границу живых птиц нужны разрешительные документы от компетентных органов. Но он не стал собирать справки для того, чтобы такое разрешение получить. Посчитал, что это слишком хлопотное занятие. И поскольку, по мнению мужчины, данные виды птиц не относятся к редким и исчезающим видам, поэтому он решил, что на таможенном контроле у него проблем не возникнет. Нарушитель пояснил инспекторам, что вез пернатых в Алтайский край, чтобы пополнить свою коллекцию. В отношении него возбудили административное дело по статье несоблюдения ограничений на ввоз товаров. Птицы сейчас находятся в пункте передержки животных в аэропорту Толмачева. Сотрудники ветеринарной службы выясняют, к каким видам они относятся. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ.